Формула продаж Здравствуйте. Ксения, буквально чуть-чуть сорвала вопрос у Ярослава. Несколько слов о компании «Связной клуб». Много могу сказать слов, скажу несколько. Компания была создана в 2006 году, был создан проект компании «Связной», строилась первоначально как монопрограмма лояльности «Связного». Через год после запуска стало понятно, что интересно подключать партнеров. Основная причина, разумеется, заключается в том, что цикл продаж в «Связном», те товары, которые «Связной» продавал, которые продают сегодня, но особенно на чем фокусировался в то время, это телефоны. Как вы знаете, в среднем человек покупает мобильный телефон или сим-карту раз в 9 месяцев. Соответственно, цикл достаточно длительный. Для того, чтобы поддерживать лояльность, для того, чтобы напоминать постоянно клиенту о том, что есть компания, о том, что компания либо и хочет предоставать какие-то привилегии, было принято решение подключать партнеров. То есть подключать тех партнеров, которые более высокотранзакционные, которыми клиент может пользоваться чаще, чем раз в 9 месяцев. Один из первых таких партнеров была сеть «Кофейн Шоколадница», «Ригла». Ну и дальше уже мы начали активно расти и набирать партнерский пункт. А сколько сейчас партнеров у вас? Сейчас более 50 партнеров. У нас с прошлого года активный фокус на рост партнерской сети. Мы набираем как федеральные сети, как федеральные компании, так и региональных игроков, потому что действительно есть города, регионы, где не присутствуют большие сети, но на своем рынке есть какие-то большие интересные игроки. Вы сказали, что была монопрограмма. А вот как называется программа, которая сейчас? То есть она уже, очевидно, не моно. Она коалиционная. Коалиционная. То есть есть именно коалиция. Есть именно коалиция, да. Вот если брать вот эту ту самую коалиционность, да, вот в итоге что клуб дает обычному человеку, который в эту программу вступил? То есть, ну, со связным окей, да, есть некая программа связного. Купил телефон, получил скидку, да, там купил еще что-то, купил аксессуары, получил скидку. Либо, соответственно, появляется такая как бы большая простыня, да, с большим количеством логотипов, и, соответственно, в руках одна единственная карта. Вот чем вообще мне это поможет? Зачем мне это нужно? Ну, смотрите, если посмотреть на развитие, на историю развития программ лояльности, отойти на несколько лет назад и даже посмотреть на западный опыт, потому что, разумеется, программы лояльности пришли к нам с запада, то начинались они с дисконтных программ, да, и в основном моно, и потом медленно начали переходить в коалиционные, и, разумеется, сейчас перешли в бонусные. Основные привилегии для клиента, как вы правильно уже сказали, что в коалиционной программе лояльности у тебя не один партнер, у тебя много партнеров, и возможность иметь не просто прямую скидку, а копить эти баллы, по сути, дает тебе, как клиенту, возможность за какие-то ежедневные действия, ты ежедневно пьешь кофе, ежедневно ходишь в салон красоты, покупаешь медикаменты, ездишь на заправку, покупаешь телефон, и копить эти баллы, тратить абсолютно у разных партнеров. Что очень удобно, само главное. Что очень удобно, да, особенно если у тебя еще есть платежный продукт, потому что мы также работаем с банками, на сегодняшний день со связным банком, и в перспективе с другими банками за каждую банковскую транзакцию ты также получаешь дополнительные баллы. То есть ты, не контролируя, наверное, свое поведение, абсолютно бессознательно постоянно копишь баллы, и начинаешь их на что-то тратить. У тебя появляется такой некий доход дополнительный. Но при этом формируется лояльность, по сути, ко всем компаниям, которые участвуют, да, то есть я привыкаю к тому, что кофе для меня – это шоколадница, соответственно, там, аптечная сеть для меня, соответственно, это Ригла, то есть как бы в этом основной смысл. Основной смысл для клиента – с одной стороны, да, с другой стороны, если взять наш программ лояльности, у нас нет такого принципа эксклюзива, мы не ограничиваем появление более чем одной кофейни, или более чем одной, там, аптеки. На сегодняшний день, да, мы лояльны бренду шоколадницу, лояльны бренду Ригла, и не привлекаем других. Но потенциально для клиента могут появиться большое количество сетей. Основное, конечно, преимущество для клиента – это то, что ты получаешь скидку, которая у тебя копится, да, эту скидку ты получаешь там в шоколадницах, в заправках, неважно, куда ты ходишь, и после этого можешь раз в год покупать бесплатный телефон или еще какие-то… Бесплатный телефон? Практически бесплатный. На что накопите? На что накопишь, да, потому что не обязательно списывать. Да, некоторые клиенты очень любят играть, вот в это, там, копить, списывать постоянно. Да, некоторые клиенты копят на какие-то большие покупки. Плюсы, наша валюта называется плюсы, а не баллы. Плюсы связного клуба – это скидка, да, это не электронные деньги, ты не можешь абсолютно купить бесплатно, хотя бы один рубль надо оплатить. Поэтому, по сути, есть часть клиентов, которые в этом сентябре купили шестой айфоны за один рубль. Даже так? Даже так. А кто вот клиенты вашей программы? Это можете как-то выделить по возрастной группе? Это молодые люди или это более взрослые? Есть, кстати, да, конечно. У нас достаточно обширная аудитория. За восемь лет в июле этого месяца мы выдали 19-миллионную карту. По количеству и по охвату мы являемся самой большой эволюционной программой лояльности в России. И к концу года планируем выдать 20-миллионную карту. То есть мы очень активно клиентов набираем. Основной такой средний демографический профиль клиента – это люди от 30 до 40 лет. По полу они приблизительно в одинаковом количестве мужчин и женщин. Ну и дальше их, разумеется, можно бить на наличие детей, наличие автомобилей по каким-то преференциям. Кто-то ходит только к партнерам, кто-то ходит только в связной, кто-то ходит и туда, и туда. А вот с точки зрения как раз этого микса партнеров, даже не просто микса партнеров, а именно сфер, в которых они работают. То есть насколько важно иметь такой широкий микс? То есть не ограничиваться, например, только кофейнями или только аптечными сетями. То есть это вообще привлекает или наоборот вносит какой-то хаос? То есть вообще сколько на сегодняшний день категорий представлено в вашем, ну если можно так выражаться, миксе партнеров? Вы знаете, в нашем миксе на сегодняшний день закрыты практически все категории. Основной фокус этого года был продуктовый ритейл и заправки, потому что это те высокочастотные категории с высокой частотой покупки, которые не присутствовали в клубе. Мы работаем в продуктовом ритейле с сетью «Магнолия», которая присутствует в Москве, достаточно большая для Москвы сеть, но федерального игрока нет. И мы сейчас ведем ряд переговоров. На мой взгляд, очень важно иметь представленность во всех категориях и давать клиенту возможность, как пользоваться картой и программой каждый день. Да, это и кофе, и заправки, и продуктовый ритейл, и аптеки, такого плана партнеры, так и иметь возможность совершать покупки. Они обычно, наверное, несут в себе больший средний чек, большая трата. Это или одежда, или техника, или телефоны, какие-то такие покупки. То есть ты, по сути, покрываешь все его потребности в сфере его жизни. Неважно, на какой стадии человек находится, ему что-то надо купить, он имеет возможность пользоваться, во-первых, теми баллами, которые он накопил, теми плюсами. И воспользоваться картой. А вот есть такое… Сколько действуют эти баллы? Они имеют какой-то, скажем так, срок годности, они сгорают? Есть какой-то временной период, когда их нужно обязательно потратить? Или это вот так бесконечно? Вы знаете, баллы бессрочные, у них нет какого-то окончания. Единственное, что мы запустили в прошлом году, те клиенты, которые не активны в течение трех лет, они активны, значит, не совершили ни одной транзакции, ни одного партнера с использованием карты. Их баллы сгорают. Мы следим за клиентским циклом, есть определенная активность, годовая, двухгодовая и так далее. И таких клиентов не так много, но мы решили принять это решение, потому что все-таки три года достаточно длительный срок. Это значит, что ты или потерял карту, или потерял интерес, по какой-то причине его не восстановил. И уже вообще уехал. Или получил уже новую карту, и просто поэтому, да. Ну, то есть, на самом деле, можно сказать, что вот эти высокотранзакционные партнеры, по сути, ориентированы на то, чтобы человек чаще вообще карту доставал и привыкал к тому, что она у него есть. Чтобы он запоминал о ее существовании, конечно. А вот такой, на самом деле, вопрос. Мы об этом поговорим более подробно. Ну, вот просто с точки зрения механики взаимодействия. Например, та же самая заправка. То есть, это ваш партнер, там некая заправочная сеть. Люди, как бы, очень часто делают, там, подобные покупки, очень сильно торопясь, да, там, не знаю, с утра или, там, наоборот, поздно вечером. И, конечно, про карту можно забыть. То есть, вот у меня есть, например, карта лояльности. Я, честно, могу сказать, что далеко не всегда она у меня есть с собой. И на вопрос, есть ли у вас с собой эта карта, как правило, я говорю, нет, потому что у меня ее с собой нет. Но партнер, по крайней мере, заправочная сеть, постоянно мне об этом напоминает. Мне говорят, вы уверены, что у вас нет с собой карты? А может быть, все-таки вы посмотрите, насколько важно, чтобы партнер поддерживал эту коммуникацию и, в общем-то, продвигал эту программу? Или он участвует, как бы, в большей степени, как бы, как позиция, там, в неком каталоге? Нет, вы знаете, для партнера, конечно, для нас очень важно, чтобы партнер продвигал программу. И для партнера, на самом деле, это тоже важно. Основное преимущество, одно из основных преимуществ, которые партнер получает, вступая в программу, это приток новых клиентов, да. У нас есть большая, обширная клиентская база, мы начинаем с ней коммуницировать, чтобы появился новый партнер. Но в тот момент, когда клиент пришел, очень правильно сказали, он может не запомнить, он может, там, думать о чем-то другом. Очень важно, чтобы ему об этом напомнили. Во-первых, во всех точках приема карты, а их на сегодняшний день более пяти тысяч по всей России, обязательно присутствуют какие-то наклейки, логотипы связного клуба на дверях, в прикассовой зоне. Ну, есть большое количество разной полиграфии, которую мы распространяем, которую партнер обязан у себя отображать в момент вступления в программу. Мы проводим тренинги партнерского персонала. Партнер проводит сам, плюс также проводит группа обучения связного клуба. Мы постоянно мониторим, постоянно проверяем знания, да, партнерский персонал на знания карты. То есть есть группа людей, есть команда мистери-шоперов, которые ездят по партнерским точкам и проверяют, насколько карта спрашивается. Поэтому ответить на ваш вопрос, конечно, это очень важно. И вот такой тоже вопрос. Вы упомянули о том, что в программе, соответственно, есть банковские партнеры. Тем не менее, практически у каждого банка, значимого российского, федерального, есть свои собственные программы. Ну, я не буду говорить там про, наверное, самые масштабные, которые имеют медийную поддержку. Но даже просто элементарно становясь клиентом какого-то банка, получая там пластиковую карточку, в том числе некого базового уровня, вы получаете, скажете, вот такой вот большой каталог. И часто в этом каталоге есть такие достаточно странные позиции. То есть там юридические фирмы, существование которых вы вообще не догадывались. Какие-то тревел-бюро, не знаю, состоящее из трех человек и так далее. Вот банковские программы, они насколько конкурентны с вашими. Потому что, на мой взгляд, вот то, с чем мне приходилось сталкиваться, они как бы, ну, не сильно хорошо выглядят. Но, тем не менее, они, как бы, каталог реально очень большой, крупный. На вопрос конкурентности, наверное, я скажу, конечно, это те программы, на которых мы тоже смотрим. Есть банковские программы, которые действительно обширные, которые крупные, которые имеют большое покрытие клиентской пиары. Мы обращаем на них внимание. В принципе, на мой взгляд, основные плюсы для клиента в программе «Связной клуб» – это то, что, да, с одной стороны, ты можешь иметь банковскую карту, и мы даем такой функционал на сегодняшний день со связным банком. И если тебе удобно оплачивать и копить плюсы одной карты, то абсолютно такая возможность есть. Но также на сегодняшний день «Связной клуб» дает возможность пользоваться, оплачивать свои покупки любой валютой. То есть ты не привязан к этой банковской карте. Очень часто те программы лояльности, которые предоставляют банки, привязывают тебя к тому, что если ты хочешь получить какую-то привилегию в виде баллов или в виде чего-то еще, ты обязан эту покупку оплатить именно этой картой. С пенетрацией платежного инструмента в виде кредитных или дебетовых карт в нашей стране – это порядка 25%. Не всем клиентам это не всегда удобно. Вы знаете, что до сих пор есть люди, которые, получая зарплату, идут в банкомат и ее снимают и пользуются наличными. Поэтому мы как раз даем эту возможность, даем возможность пользоваться, также оплачивать наличными. Считаю, что это наша большая привилегия. Ксения, большое спасибо. Мы достаточно подробно об этом поговорили. И мы вернемся, безусловно, к другим вопросам во второй части нашей передачи, потому что сейчас нас ждет небольшая рекламная пауза. Здравствуйте еще раз. Мы продолжаем программу «Формулы продаж». С вами ведущий Ярослав Плинк и Татьяна Зайцева. Здравствуйте. А я напомню, что сегодня в нашей студии Ксения Мезенцева, генеральный директор компании «Связной клуб». Ксения, еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Ксения, мы в первой части программы уже, наверное, услышали, что такое «Связной клуб», что это коалиционная программа лояльности, что в ней достаточно хороший такой букет возможностей для тех, кто, соответственно, в ней участвует. Но вот тот вопрос, наверное, который у нас остался… Как же стать участником? Как стать участником, да. Знаете, участником стать достаточно легко, и есть несколько способов им стать. Во-первых, наверное, начну с банковской карты, потому что только что закончили про нее говорить. Мы на сегодняшний день работаем со связным банком, и каждый клиент связного банка, то есть каждая карта, которая связным банком выпускается, несет в себе функционал лояльности. То есть, по сути, как клиент, ты становишься участником автоматически. Также есть основные карты, которые мы выдаем в точках связного. На сегодняшний день это более трех тысяч точек федерально по всей России, более чем в 900 городах. Карта выдается бесплатно при любой покупке от 1000 рублей. Ну, тебе, разумеется, как клиенту надо… В магазинах связной. В магазинах связной, да. Тебе, как клиенту, надо заполнить анкету, оставить свои персональные данные, расписаться, что ты не против, что мы с тобой будем коммуницировать и хранить твои данные, и получить эту карту при любой покупке. Если ты не совершаешь покупку в данный момент, но все равно хочешь иметь карту, карта продается за 50 рублей. И также есть возможность, не выходя из дома, сидя перед компьютером, получить эту карту онлайн. В интернет. Да, есть виртуальная карта, она получается на сайте связного клуба на сегодняшний день. И также мы с этого года начинаем давать возможность клиенту получить эту карту на сайтах партнеров. То есть, вскоре карту можно будет получить на сайте связного и на сайте других наших партнеров, которые предоставляют привилегии для клиента. Карта виртуальная, ты ее регистрируешь, можешь ей пользоваться с первого момента. Единственное ограничение, которое она несет, так как она виртуальная, так как нет пластика, ей можно пользоваться только в интернете. Но при первом же посещении магазина связного, ты можешь поменять ее на пластиковую карту. Достаточно простая процедура, любой продавец тебе в этом поможет. Тот же номер там, да. Да, просто перевыпускается, предоставляется эта новая карта. Окей, то есть, стали участниками программы, соответственно, получили карты участва, да. То есть, совершаем покупки, да. Совершаем покупки в компаниях, которые входят в эту коалиционную программу. А вот как строится коммуникация с участниками, собственно говоря, что они получают, как они это получают. И, собственно говоря, как они об этом узнают. Участник, после того, как ты стал участником, ты оставил какую-то форму контакта. Скорее всего, имейл, ну или мобильный телефон. На сегодняшний день мы собираем стопроцентную анкету, поэтому с каждым участником есть возможность общаться. А первая коммуникация, которую ты получаешь от нас, это welcome письмо, такое добро пожаловать в связной клуб. Мы рассказываем тебе о том, что ты получаешь, какие есть партнеры, какие есть привилегии в каких городах, что тебе потенциально может быть интересно. Так как вначале мы не знаем о тебе вообще ничего. Знаем имя, фамилию, где ты живешь, какую-то базовую информацию. Но еще не знаем твое поведение, у каких партнеров тебе интересно что-то получать. А после этого ты начинаешь получать предложения от партнеров. Так как клуб использует достаточно серьезную аналитику, и в этом основное преимущество связного клуба для связного и для партнеров. Мы, наверное, об этом поговорим позже. То мы анализируем поведение каждого клиента и стараемся предложить ему именно то, что ему интересно, в зависимости от того, какие покупки, к каким партнерам он ходит. То есть ты начинаешь от нас получать имейл-коммуникацию с различными предложениями. Так что ты можешь прийти на наш сайт, посмотреть, что происходит на нем. У нас в конце ноября запускается новая версия сайта. Это будет такая витрина выгодных предложений, постоянно меняющихся предложений и от существующих партнеров, и от временных партнеров, которые мы планируем запустить. И также есть мобильное приложение, которое ты можешь скачать и по географии смотреть, например, находясь в определенной точке. С позиционированием. С позиционированием, с геолокацией, да, какие партнеры сейчас есть рядом с тобой, какие у тебя там привилегии, какие идут акции. То есть рядышком у меня, например, шоколадница, там проходит скидка. Пойду туда, зайду. И вот ваш участник клуба все это видит. Да, но важно сказать, что с каждым партнером, с которым мы работаем, он предоставляет какую-то постоянную скидку. И плюс еще проводится ряд акций. Отлично. То есть ты как шоколадница, например, постоянно даешь 5-процентную скидку, а дальше ты можешь придумать, что у тебя сейчас еще акция на кофе, на булочки или на что-то еще. А вот все-таки что участники получают? Ты совершал покупки, мне сообщили, что что-то я накопил, накопил плюсы. Собственно, а что мне с этими плюсами делать? Во что они превратятся? Один плюс, мы называем плюсами нашей валюты, я говорила об этом ранее, один плюс равен одному рублю. Это, по сути, скидка у партнера на любую покупку. То есть ты ходишь партнером, ты получаешь коммуникацию, что ты можешь копить от 1% до 20% плюсами. На сегодняшний день это тот расспрос скида, который мы предоставляем у партнеров. На твоем балансе при каждой транзакции копится тот процент, который партнер тебе в этот момент предоставляет. Накопилась какая-то сумма, например, это 1000 рублей. Ты с этой суммы идешь в магазин и понимаешь, что на 1000 рублей ты можешь получить скидку в зависимости от того, что ты покупаешь. Это может быть, ты можешь покупать товар за 100 рублей и оплатить его практически полностью, или ты можешь покупать более дорогой товар и использовать эту сумму в счет оплаты. Но физически получить какую-то вещь за эти 100 плюсов я не могу. Вы имеете в виду какой-то подарок. Ну, какой-то приз, не знаю, 10 тысяч плюсов равно, не знаю, утюг. Вы знаете, мы ушли. То есть мы, на самом деле, никогда не имели вот эту конвертационную подарочную схему и не очень ее приветствуем, не хотим ее запускать, потому что для нас она недостаточно прозрачная. Я считаю, что для клиента непонятно никогда вот эта конвертация, почему утюг стоит 10 тысяч, а зажигалка стоит 15 тысяч, а что-то еще стоит какое-то количество. То есть плюс нашей программы заключается в том, что мы наиболее прозрачные. Один плюс, один рубль, и ты очень четко понимаешь, что ты за это понимаешь. У тебя нет никакой конвертации, никогда над тем не надо думать. Ну, плюс она логистически намного проще, потому что любые системы, в которых задействованы вещественные призы, то есть это центры выдачи призов, логистики, доставки, там утюг может на львамаре быть золотым. Абсолютно. И самое главное, релевантность этих призов, насколько тебе сейчас действительно нужен этот утюг. Может быть, мне проще пойти и по вашей программе купить его в магазине? Конечно, да, конечно. Ну, с точки зрения участников программы, я думаю, что мы, наверное, какие-то основные вопросы обсудили. А вот нашу аудиторию было бы интересно поговорить все-таки про партнеров. То есть вы уже сказали в первой части передачи, что для партнеров очень важно участием в этой программе создавать, соответственно, трафик новых посетителей, новых покупателей. Но, наверное, интересно, если можете этим поделиться, строго говоря, откуда берутся партнеры? Сами приходят, их находят. Может быть, есть какая-то специальная служба, которая в рамках каких-то секторов, сегментов этих партнеров, соответственно, там разыскивает. То есть вот немножечко о вашем таком внутреннем двигателе. Как стать партнером? Разыскивается партнер. Разыскивается партнер. Партнеры появляются двумя способами. Во-первых, в клубе есть департамент развития, который занимается тем, что… Ну, это такой продажный департамент привлечения, который занимается тем, что связывается с партнерами, которые интересны нам. Мы проводим оценку рынка, понимаем, какие компании на сегодняшний момент интересны нам по разным показателям. Как я сказала ранее, нам интересны компании, у которых есть какое-то федеральное присутствие или у которых есть достаточно серьезное присутствие, занимая большую долю рынка в определенном регионе. Да, если не покрывает большое количество городов, то хотя бы в собственном городе. Такой документ, такое исследование мы постоянно поддерживаем, постоянно обновляем. Обновляем, определяем эти компании, после этого департамент развития начинает связываться с компаниями и предлагать сотрудничество. Также есть второй способ. Если это компания-партнер, если у тебя есть какой-то бизнес, и ты хочешь вступить в программу, с нами можно связаться через наш сайт, ну или через кого-то нашего менеджера, оставить заявку, и мы, разумеется, пообщаемся, определим, какие у тебя цели, насколько ты будешь интересен нашим участникам, потому что, разумеется, думаем о наших участниках в первую очередь. И дальше идет процедура подписания договора. Партнеры, которые находятся в программе, наверняка вы общаетесь с ними на предмет того, как для них эта программа работает. Они, соответственно, делятся, насколько для них эта программа успешна, либо вы предлагаете некие готовые рецепты. Вот интересный, например, вопрос. Говорят ли вам об этом ваши партнеры? Приводит ли эта программа к свитчингу, предположим, от других сетей? Например, к их сети именно за счет того, что их сеть участвует в вашей программе? Смотрите, наверное, давайте я более детально расскажу цикл подключения партнера, о чем мы общаемся с партнером, какие важные KPI партнера мы обсуждаем. В момент встречи с каждым партнером, в зависимости от того, это уже сильно развившаяся сеть, или это новый игрок, выходящий на рынок, у партнера могут быть различные цели. Это или привод новых клиентов, потому что они открывают новые точки, потому что они растут, потому что им нужны новые люди, которые ранее к ним не ходили. Или партнер уже существующая, большая компания, ей надо вырастить продажи, или надо увеличить средний чек. Эти цели мы определяем с партнером в момент первых встреч. После этого мы считаем бизнес-кейс для каждого партнера. Это некий прогноз нашего сотрудничества. То есть основываясь на каком-то прогнозе количества коммуникации, количество клиента, который на сегодняшний момент нам кажется заинтересуется этим партнером, разумеется, мы используем аналитику и клиентское поведение, определить, какой профиль клиента подходит под этого партнера. Мы строим этот бизнес-кейс. После этого подписываем с партнером договор, проводим техническую интеграцию, потому что партнер должен иметь возможность принимать нашу карту и предоставлять эту привилегию клиента. И начинаем работу. После того, как работа начинается, мы видим каждую транзакцию, совершенную на точке партнера. Наш процессинг считывает эту информацию, мы получаем все это в базу. И, разумеется, как клуб, так и партнер обменивается статистикой в конце каждого месяца. То есть мы для партнера несем достаточно ценную аналитическую информацию. Это то, что та привилегия, которую клуб предоставляет партнеру за участие. Партнер дает скидку, клуб дает маркетинговое продвижение и дает аналитику. То есть мы показываем, какое количество новых клиентов посетило, какое количество посетило старо существующих. Мы, разумеется, закладываем определенный уровень каннибализации клиента. Потому что, конечно, у каждого партнера, если это работающая сеть, есть ряд клиентов, которые ходили уже заранее. И есть уровень каннибализации, который мы закладываем при каждом подписании. Партнер показывает нам, какой у него на сегодняшний день средний чек. И мы начинаем смотреть, какой средний чек с программой «Связной клуб» и растить этот средний чек. Проводим определенные маркетинговые акции, нацеленные на или повторный приход клиента, или на повышение среднего чека. Проявить у друга достаточно много разных механик. А при этом какие правила входа-выхода? То есть для вас, например, партнер, он должен в программе существовать, ну, ничто не существует вечно, но, тем не менее, максимально долго. Либо, соответственно, он может там существовать какое-то время, потому что выполнены задачи. То есть создали какую-то новую аудиторию, привлекли, соответственно, новых покупателей, да, фактически там на какое-то время их завоевали, как бы, собственно, все там, из клуба вышли. Или это как бы не тот подход? Ну, мы стараемся подписывать тех партнеров, которые интересны нам, интересны нашим клиентам. Соответственно, если партнер интересен клиенту, то, конечно, мы хотим, чтобы он продолжал быть в программе, потому что для нас самое важное, чтобы клиент был активен, чтобы клиент как можно чаще пользовался картой, играл в эту игру накопления списания, чтобы мы копили о нем какое-то знание. И если клиенту интересен партнер, то клиенту интересна программа. Ксения, большое спасибо. Я думаю, что мы за этот небольшой временной интервал узнали действительно очень много нового. Соответственно, для наших зрителей можем только порекомендовать, соответственно, если вы не являетесь клубом, стать членом такого рода клуба. Ну, а партнеры услышали тоже для себя достаточно много интересного. Мы были с вами в эфире программы «Формула продаж», ведущий Рослав Плинг, и Татьяна Зайцева. А в гостях у нас была Ксения Мезенцева, компания «Связной клуб». До свидания и до новых встреч. Ксения, до свидания. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова